В Гомеле прошел 16-й экономичный форум. Организаторы пропоновали для разгляду коля 160 инвест-проектов. А про этот год для реализации инициатив у дельники форума могут нобыть 200 земельных участков и 120 объектов нерухомости. Олег Сенчеров об головной экономичной подеи года. 16-й экономичный форум – это 28 краин в день. Разом с Россией, Украиной, Китаем, которые проезжают в Гомель, не в першину, сегодня пропоновали организатору зацикавились деловые колызы Румынии, Пакистана, Катара. По великим рахунку, это еще один круг на шляху до взаимовыгодного партнерства. Об эффективности Гомельского форума можно мерковать по такой лечбе. За часы его проведения подписано больше 100 погоднений с загульным объемом инвестиций в 2 миллиарда долларов. Вся рот реализованного – 4 парка солнечных батарей, буйная меблевая вытворчить, заводы по выпуску промыслового обслуживания. Организаторы форума подкресливают. Гомельская область открыта для любых деловых контактов. У якости подтверждения сопротивления с индийскими фармацевтическими фирмами. Два месяца назад я посетила Гомельский регион, встречалась с председателем региона и обсуждалась возможность выдачи свободного пространства. И как только индийский бизнес поймет, что здесь все открыто, все возможно, они сюда придут. И что касается сроков, здесь нет никаких сроков, потому что это все частный бизнес, не государственная организация. Плюс Гомельской области – сбалансовая экономика. Только у агропромыслового комплекса за последние 8 лет в укладе на больше 2 млрд долларов. Сюда же можно додать великий промысловый потенциал. И навіть на ГИТ и сектор звертают увагу представникам Вьетнама, которые кажут обжиданнее активизировать двухбаковое сопротивление. И навіть называют конкретные накерунки. У нас нет сенскохозяйственной продукции, которая доступна в Республике Беларуси. А в Республике Беларуси это доступна в Вьетнаме. Это промышленные техники и сенскохозяйственные техники в Вьетнаме. Это взаимовыгодно между Вьетнамом и Республикой Беларуси. Важный этап пленажного посереджения Гомельско-экономичного форума – подписание погоднений и протоколов о намерах. Организация в творчестве гидроаппаратуры на территории свободной экономичной зоны Гомель-Ратон с объемом инвестиций в 1 млн долларов. Будовництво сервисного центра по обслугованию грузовых автомобилей у Гомеля – 1,5 млн долларов. Такую же сумму меркуется в классе устворения в творчестве по другозной перепроцовке полимерных материалов в Будокошалёвском районе. Ящадин протокол на 26 млн. Обстворение высокотехнологичной древоопроцовшей в творчестве. Всё ориентировано на экспорт. Будем производить значительно беломатериалы. И с этого уже дальше будем потом глубже переработывать. В принципе, если сотрудничество есть, и, скажем, обе страны хотят, тогда всё получается. Опрочатых денегам 16-го Гомельско-экономичного форума пропонуется шерох проектов у сферы распроцовки родовища у корыстных выкопнив. У этом списке четыре участки для пошуку из зобычи нафты и некольких родовища у будовничных материалов. Непосредственно подчас работы форума подписываются протоколы об намерах по будовничеству в Житкинском районе горно-обогачального комбината по зобыче и перепроцовке коалина. Это специальная глина для вытворности фарфору и керамики. Основные из пожеланий, которые представлены и в нашем инвестиционном каталоге, это всё-таки освоение природных ресурсов, которыми богата наша Припятская полесь. Это и коалины, и бентонитовые глины, то есть всё то, из чего можно строить, развивать. Вот на это надеемся, что наше Припятское полесье должно выстрелить по итогам этого года. А так нам ценен и дорог любой инвестиционный проект, будь то это металлообработка или медицина, потому что вкладываются не только инвестиции, но вкладываются новые компетенции, создаются новые рабочие места.